В Кобрине в День Конституции организовали большую праздничную программу под названием «Я горжусь своей страной», которая состоялась во Дворце культуры. В рамках торжественного мероприятия руководство района вручило первые паспорта отдаренным школьникам и благодарности гражданам, которые проявили себя в профессиональной и общественной жизни. Подробности в материале выпуска. Жители Кобрина и района пригласили на яркое торжественное мероприятие, чтобы поздравить с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции. Ведь именно благодаря основному закону страны жизнь, права и свобода белорусов надежно защищены государством. Сегодня мы собрались по особому государственному поводу – 30-летию Конституции Республики Беларусь и Института Резидентства. Уважаемые участники торжественного мероприятия, опираясь на положение нашей Конституции и на нашего сильного лидера, главу государства, мы сделаем Беларусь еще более сильной, красивой и процветающей страной. Особый вклад в укрепление государства предстоит внести молодежи Беларуси. На мероприятие пригласили юноши и девушек-активистов, имеющих особые заслуги в учебе, спорте и творчестве. Им выпала большая честь получить в этот день главный документ гражданина Республики Беларусь. Для меня это двойной праздник. Мне очень приятно, что меня пригласили сюда получить свой первый паспорт. И я горжусь тем, что являюсь жителем Республики Беларусь. Для меня это очень важное событие. Я получаю паспорт и планирую жить на территории Республики Беларусь. Хотела бы стать врачом. Для этого хорошо учусь. И благодаря этому я и попала сюда. Также на мероприятии отметили профессионалов с активной гражданской позицией, которые проявили себя не только на рабочих местах, но и в общественной жизни района. Это очень значимо, что действительно та работа, которая проводится в учреждениях образования, и то, чем мы занимаемся действительно по воспитанию наших учащихся в любви к своей родине, патриотизму, гражданственности, оценивается и поддерживается на уровне районного исполнительного комитета. И на такую поддержку может рассчитывать каждый, кто ответственно трудится и делает все для развития и процветания родной страны. Основной приоритет нашей Конституции – это человек. И все в нашей стране сегодня делается для того, чтобы благосостояние людей, их сфера жизни, обеспечения всегда находилась на высоком уровне и приумножалась. Людмила Логодич, Тегра Накопян, телерадиокомпания «Брест».